История экспедиционного корпуса Вон Новоселова сидит, мой внешний ассистент, Галиса Геннадьевна, встанешь, чтобы вас увидели Она же, этот человек, руководитель академии, которая сегодня проходит, следите за себя, в общем-то, этот семинар Она как бы в свое время стояла у истоков организации экспедиционного корпуса Но был человек, который стоял еще ближе к истокам этого коллектива на Панченко, я не знаю, она есть или нет Вот Ольга Викторовна Панченко, то есть вообще с нее начинался экспедиционный корпус наш, по сути, наша пра-матья, которая, в общем-то, путем манипуляции шантажа Как бы, следите, манипуляция шантажа, как бы заманила меня, заманила меня в Европу Да, и сказала, что они решили мне устроить отпуск Ну, а так как отдыхать я не могу, не умею, то вместо отдыха родился экспедиционный корпус И все помнят, как рождался экспедиционный корпус, да Нет, ну, я вообще летел заниматься там очень побольше Какой-то штукой А выяснилось, что билеты взяты на другое число По какому-то странному стечению остается Ну, и следом Марко Чембухиму, по предварителям уздоров группы Ильицкой, куда-то, знаете Да, все это дело совершали и, так сказать, все это закончилось, так сказать, созданием экспедиционного корпуса И, действительно, мы когда прилетели в Мюнхен, у меня был один фотоаппарат Я его только купил себе, этот фотоаппарат Наконец-то, через столько лет я добрался до фотоаппарата У меня не было фотоаппарата, мне было это очень плохо, но ничего не Работа предполагала то, что у меня много фотоаппаратов специальных, не тех, которые нужны, да То есть, я занимался другими, как бы, вещами И тут, как бы, я приехал, если купил, наконец-то, этот фотоаппарат И приехал вот в Мюнхен И мы вечером пошли, мы ждем, между прочим, пошли есть в ресторан И я, там, встал в определенную позицию Поднял голову, увидел достаточно странную вещь, касающуюся Мюнхена Надо сказать, что всеми этими вещами я занимался уже очень давно И у меня никак не было, так сказать, мысли о том, что я, так сказать, здесь могу продолжить там чем-то заниматься Что я увидел? Я увидел корабль Это было достаточно странно В месте, где нет моря, на здании стоят три корабля Сегодня два, один снят То есть, стоит здание, достаточно старое И на вершине этого здания стоят, вот, так сказать, неких три корабля Парусников Меня это, честно говоря, сильно, как бы, удивило Потому что, ну, знаете, обычно Вот, если вы живете в Одессу, например То есть, вы обязательно найдете в таком городе всякие там бары, знаете, морские, там, типа, гамбринусы и так далее Но, если вы приедете в какой-то город, который к этому, как бы, отношения не имеет Там морской тематики, в общем-то, и нет Вряд ли вы ее там найдете А здесь как-то странно Вот, прямо в самом центре города Это прямо, как выходишь с Людой, с Карл Плац к Сатурну С левой стороны стоит дом И на доме стоят эти корабли Я их случайно заметил С этого, в общем-то, и началось создание экспедиционного корпуса И, надо сказать, что экспедиционный корпус начинался, как бы, с двух людей Да, это меня и Ленина Бантовича Булкина Это ветераны экспедиционного корпуса То есть, врач, европейский врач и ученый В общем-то, два человека, они, в общем-то, начинали экспедиционный корпус И все, что у нас было, это два фотоаппарата и одна машина Получилась следующая, как бы, ситуация Мы начали исследовать Баварию Начали исследовать Баварию И, надо сказать, знаете, эта вещь затягивает То есть, она затягивала достаточно серьезно И изначально экспедиционный корпус, он работал в режиме Я освободился, билеты, самолет прилетел, поработали, я занят Улетел, ле, я занят И так далее, это удобно Потом опять освободился Появился какой-то бюджет, какие-то деньги Как бы, мы опять, я лечу туда Мы с Леней собираемся, опять чуть-чуть поработаем И Баварию мы исследовали достаточно длительный промежуток времени И тут нам происходило с Новоселовым третьим, как бы, человеком Надо сказать, что то, что сегодня творится в экспедиционном корпусе Кардинально отличается от того, что с ним творилось в самом начале То есть, как бы, понимаете, мы работали не меньше, чем сегодня мы работаем А жили мы, ну, как бы, я бы сказал так Вот, в полевых условиях То есть, питались мы на заправках Да, то есть, есть там было негде Кормить нас никто не собирался У нас еды не было В общем-то, никакой То есть, вот, там, жареная картошка и котлеты Это была любимая, как бы, еда Потому что ничего больше не было Вот, эти сосиски, я не сильно их не люблю Короче, жили мы, вот, определенным способом То есть, есть время Мы работали, не было времени Мы, как бы, расходились И занимались каждой работой своей, как бы, зарабатывали деньги То опять собирались, то опять расходились И все это продолжалось до моей командировки на Сицилию Ну, первая моя командировка на Сицилию Я до этого на Сицилии не был никогда, как бы Итальянского языка я не знал Английского тоже Вот, в той мере, чтобы работать, как вы понимаете Вот, и Поработав некоторое время Я получаю, в общем-то, некий материал Ну, достаточно интересный материал То есть, один из наших журналистов Снимает материал о далеком прошлом Далекое прошлое, это, ну, месяц... Ну, лет семьдесят назад И вот это далекое прошлое Это происходит в Северующем Усомне Был там некий журналист Без этой известия Который работал в Риме Был, каким-то образом, с нашими спецслужбами Советскими связан Ну, знаете, конспирологическая какая-то фигня На Ютубе, как бы, очередная Которая веселит больше, чем это И тут я вижу, ну, определенную вещь Знаете, там, в Баварии Везде там, ну, существуют определенные, как бы, экспонаты Которые, как бы, вызывают интерес Знаете, там, некие мертвецы, лежащие в хрустальных гробах Там, с коронами, в бриллиантах, там, все, и так далее, и тому подобное Мне, как бы, было очень интересно Потому что, вот, когда они там показывали в этом фильме Ну, там определенные вещи То они показывают такой экземпляр на Сицилии Ну, якобы, в одном из храмов в Сицилии существует точно такой же экземпляр Меня этот вопрос заинтересовал, безусловно Тогда я еще не сильно хорошо читал и писал на этом языке Вот, и, в общем-то, я хорошенько знал теорию Хорошенько знал теорию, но, знаете, одно дело теория, а другое дело практика Когда ты сталкиваешься с этим молодчиком И я решил ехать на Сицилию Мне отведили переводчика туда на Сицилию Так получилось, чтобы переводчик оказался украинкой А украинские женщины, знаете, они с характером, специфически Это была ее последняя поездка и вообще наша последняя встреча с этим человеком, да И, как вы сюда посмотрите, я остался без переводчика Я остался без переводчика, потому что она была отдана со своим взглядом на жизнь И так далее и тому подобное Я один остался на острове, не зная языка и так далее и тому подобное Мы как-то смеялись, что там, какой-то 10 лет назад я тут на острове, как бы на этом Сицилия ел интересным способом Я языка не знал, то есть я подходил куда-то, тыкал в витрину пальцем, говорил вот это, да, спрашивал сколько денег, отдавал То есть ел то, что видел То есть это была такая интересная вещь это было Но задачу экспедиции я в одиночку выполнил То есть, по сути своей, взял в аренду машину Я вообще жил на острове, где я не знаю языка И кроме как водить машину и нажимать на кнопку водоаппарата, я ничего не убил Слава Богу, это гостиница, в которой я жил, был очень интересный парень, хозяин гостиницы, мой друг по сегодняшней день, Александр Он, значит, интересный был человек На каком-то странном русско-итальянском английском языке мы с ним разговаривали, да, на пальцах, знаете, там Вот, и он впервые познакомил меня с вещами, которые, как бы, я до этого никогда ученые не видел То есть, когда он ко мне проникся, к человеку, который, там, попал в беду, вот, на этом острове Он через какое-то время стал со мной пить кофе Ну, понимаете себе, да, то есть, тогда я понял, что, в общем-то, с иностранностями можно разговаривать После этого, как бы, не сильно, как бы, в этом разбирался, как бы, да Вот, и он со мной начал пить кофе и даже есть, там, всякие бутерброды, как бы, да И в один прекрасный момент он меня взял за руку, отвел в мою определенную комнату и показал некий раритет Он говорит, когда мы реставрировали эту гостиницу первую, мы нашли вот такую фреску Фреска была очень интересная, она была христианская, как вы понимаете Это христианская фреска Иисуса Христа, но Иисус Христос какой-то не такой, не такой, как мы привыкли Дома какой-то Иисус Христос И он говорит, только не показывайте, пожалуйста, ну, можешь сфотографировать на айфон, но, пожалуйста, не показывай никому, потому что у меня будут много Вот это вот меня больше всего заинтересовало То есть будут проблемы, это интересно Когда у человека из-за какой-то фрески могут начаться проблемы, это становится интересно И я говорю, почему? Он говорит, ты понимаешь, тут две церкви Я говорю, не понимаю Он говорит, ты объясняй Вот католическая церковь может нехорошо отреагировать на эту икону А мне бы не хотелось неприятностей Я же бизнесмен, зачем мне все неприятности? Я же тебе как ученому показал, может тебе это как-то заинтересует Я эту фреску привез сюда И Алексей Викторович, его здесь нет, наш главный специалист в области криминалистики Реставрировал как художник и написал эту фреску вот вживую, как она была То есть они ее просветили через соответствующие там лучи какие-то Вывели все, ну как реставрация, все неточности, как бы то, что там выгорело То есть все подняли как бы И потом он вживую, как художник, кистью написал эту картину полностью Ну вот с натуры, просто написал ее с натуры, как она была изначально И на ней было написано, в общем-то, что это корабельный бог На ней было написано, что это корабельный бог И так началась история исследования корабельного бога Сицилий А потом уже выяснилось немного другое Так вот, по сути своей, когда мы второй раз ехали на Сицилию, это была вторая командировка В экспедиционном корпусе уже было, по сути своей, не три человека, а было уже пять человек То есть там Анна Филиппова присоединилась, я не знаю где она Где-то вот мой помощник Анна Филиппова, там Анна присоединилась Наконец-то у вас появился переводчик с итальянского Надо сказать, что у нас сегодня в экспедиционном корпусе абсолютно мультиязыче Мы говорим практически на всех языках мира Так не бывает, чтобы у нас не было человека, который говорил на этом языке Но раньше у нас так вот Анна была первым человеком, кто у нас трудился с итальянским языком Надо сказать, что Анне пришло, понадобилось два дня для того, чтобы разговариваться там То есть тоже все было не было, а на Сицилии и другой диалоги Да, ну она разговорилась, сейчас она уже говорит've практически как монно-лиза как бы на итальянском У нас есть Лера, которого испанский за два месяца выучила Через две недели Что? Через две недели она уже переводила на меня Да, то есть вот так была такая ситуация Мне интересно, что через две недели phon repeat iz родился испанский Так ему нужно было учить испанского Потому что через два месяца, две недели Уже переводила на меня, с испанского испанским коллегам. Вот, она перевела достаточно сложные вещи, потому что речь шла об определенных исторических документах, то есть специфический язык, но надо сказать, что она вот сегодня, мы практически все испанские переводы, мы обязаны Валерии, как бы этим испанским переводом, сейчас вышел Дорадо, полное собрание ансочинений Дорадо, это все Лера перевела, как бы, это все, это достаточно сложные трактаты, как бы, средневековые, как бы, Лера все это перевела, как бы, вот, сейчас последняя история, в конце августа, четвертый том выходит Лоренса Дорадо, как раз командора ордена Святого Сантьяго, как бы, в Мексике, который, как бы, в общем-то, рушит европейскую историю, рушит европейскую историю, по сути, это свои мечты-ребята-баби, он наделал вес больше, чем Дера пользы принесли все монахи, которые, как бы, переписывали эту историю по указанию императоров, королей, то есть Лоренса Дорадо такая, знаете, ну, пакость просто, как бы, он просто сел, написал, и авторитет настолько бесспорен, ну, то есть, по сути, человек может себе позволить задавать вопросы людям, которые, там, в Европе считаются первыми лицами, он в книге прямо пишет, а вы кто? Что-то я вас не видел, ни на войне, ни так, ни там, никто про вас не знает, вы откуда появились, вы кто такие вообще, все. То есть, по сути, Лоренса Дорадо показывает, что история Европы не всегда была такой историей, которую, как бы, вообще-то, мы сегодня, сегодня знаем, она была несколько, как бы, другой. Ну, а так как книги все публичные, то есть, три вышла, вы можете читать прямо сейчас, четвертая книга выйдет вот в августе в конце от гостобейства, то есть, полное собрание сочинений Дорадо для украинцев доступно в полном объеме, как бы, можно читать совершенно спокойно, без меня, посадиться, просто изучать, что вы пишете, вы увидите, что есть нюансы. Так вот, наш рейд сицилийский, в общем так, он, ну, скажем так, закончился очень успешно, то есть, мы хорошо это поработали там, потом экспедиционный корпус начинает резко увеличиваться, у нас появляются киностудия, операторы и, короче, огромное количество людей хотят работать в этом экспедиционном корпусе, понятно, берем мы не всех, берем мы не всех в этот корпус экспедиционный, но он воспитал очень интересных, как бы, людей этот экспедиционный корпус, он создал наш, как бы, в общем-то, потенциал и научный, и деловой потенциал. Появилось огромное количество академиков, появилось огромное количество ученых, среди них больше двухсот, шестидесяти этих ученых, которые, в общем-то, сотрудничают с экспедиционным корпусом, это первые лица в отраслях Европы, Америки и так далее и тому подобное, и, надо сказать, что экспедиционный корпус, он завоевал авторитет. То есть, там, где люди говорили, он делал. То есть, как бы, мы вместо разговоров заменяли разговоры на действия. Мы, если исследовали что-то, мы ехали туда всегда. Мы ехали на место, мы там работали на месте. Потому что, знаете, сегодня очень большая проблема заключается в том, что у нас все ученые, которые сегодня работают, это редкость, чтобы кто-то поднялся и куда-то пошел. То есть, они все в библиотеках там работают и так далее и тому подобное. Когда ты приезжаешь на место, ты видишь, что этого не было. То, что написано в книжке, это обман. Его никогда не было здесь. И люди, которые там живут, говорят, что вы такое говорите вообще. То есть, экспедиционный корпус всегда слова заменял на действия. Да. И, в общем-то, когда перед экспедиционным корпусом стала задача в прошлом году написать пять научно-методических книг за одну экспедицию, за четырнадцать дней, при этом провести экспедицию, эта задача была невыполнима. Но, современный ученый пишет, ну, скажем так, за пять лет может быть одну научно-методическую, а может и никогда ее не пишет вообще в свою историю. Здесь предлагалось написать пять. За четырнадцать. Составом восемь человек. Пять книг. Научно-методические. Практически невозможно. Но экспедиционный корпус взялся за эту задачу. И задача была выполнена в течение двух дней. Помимо этого мы получили и экспедицию полностью со всей работы, и пять научно-методических книг. Нагрузку, как дополнительную задачу, которую там... Надо сказать, что в Хейдерберге, где я писал эту книгу, «Тени европейского континента» пишется прекрасно. Это, наверное, самое любопытное место в Европе, где человеку можно было бы предаться размышлениям и заняться наукой. Надо сказать, что это такой карьер, знаете, огромный, который можно разрабатывать бесконечно. Но вот, по сути своей, были много попыток рассказать о том, в общем-то, что мы делаем как экспедиционный корпус. Потому что я уверен, что вот здесь половина людей пришли сюда из-за этого экспедиционного корпуса. Именно. Потому что вот очень многие люди хотят вот этой пиратской жизни, блин, вот эти по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. И им кажется, что это такая, знаете, вот не жизнь, а приключение. Да, вот поверьте, экспедиционный корпус – это не приключение. Это тяжелая работа ежедневная. И когда вот этот человек мне говорит, я поеду в экспедицию, я ему сказал, нет, потому что он не хочет работать. То есть я, когда человек приходит в экспедиционный корпус, я ему говорю, ребята, это не туристическое агентство. Было очень много людей, хороших, порядочных людей, которые просто мы договорились о том, что они не будут в экспедиционный корпус. Вот чисто по человечеству. Мы сели, выпили чай, мы сидели, разговаривали, дра, три, четыре, сколько надо было часов, но мы договорились, что человек не будет там работать. Почему? Да не хотят они этого. Выяснится другое, понимаете? То есть экспедиционный корпус – это совершенно не демократическая структура, понимаете? Это тоталитарная структура, как бы там есть командир корабля, есть как бы подчиненный, там кроме как щелканье каблуками есть принято и так далее. Никто, ну иными словами, не пользуется вообще. То есть по сути своей, вот Новоселова вам скажет, что Олег Викторович здесь, Олег Викторович, руководитель экспедиционного корпуса, это два разных человека совершенно. И не дай Бог вам увидеть второго. Да. Почему? Все очень как бы просто. Обратите внимание. Дело в том, что всегда есть цена вопроса. Есть цена вопроса. Она существует всегда. Здесь цена вопроса – жизнь, человеческая. Мы едем туда, где никто не был, никто не знает, что там случится и произойдет. То есть если я отвечаю за этих людей, дисциплина в этой организации должна быть железной. Иначе справляться с задачами, которые будут вылетать одна за одной со всех сторон, мы просто не сможем, даже теоретически. И соответственно эти люди требуют что? Ежедневной, серьезной подготовки. Научной и прочей подготовки, которая позволяет этим людям, ну вот попадая в эти экстренные ситуации, оставаться в статус-кво. Вы же прекрасно понимаете. То есть там вот знаете, я вам пример как бы приведу, чтобы вам было просто как бы понятно. В чем проблема экспедиционного корпуса? А проблема экспедиционного корпуса заключается в том, что вы не сможете сказать, вы знаете, а можно я с вами как с трамвая? То есть если вы туда попадаете на две недели, то есть вас будут вынуждены терпеть эти две недели, что вы едете. А вы же прекрасно понимаете, что терпеть никто не будет. То есть поэтому даже дедовщина в армии вам покажется, что детским лебедом. То есть эти люди терпеть не будут когда. То есть они во-первых известные эти люди, во-вторых они облеченные властью, в-третьих эти люди создавали это собственными руками и кому-то мешать, рушить и что-то менять они просто не позволят. И вы же прекрасно понимаете, что вот когда я разговариваю с человеком, честным открою, я так говорю, что ты просто не потянешь, он обижается, но через некоторое время ему говорит спасибо. Спасибо, что ты это сказал, спасибо. Мне лучше с экрана. Мне лучше с экрана смотреть, действительно, там делать нечего. И надо сказать, что экспедиционный корпус, он вот такой сам по себе, вы никогда в жизни не скажете, что он такой. Потому что там царит атмосфера дружбы, согласия, очень хорошее место с другой стороны, там и ненамышленники собраны. То есть этим людям хорошо вместе, они заняты общим делом. И что может быть еще лучше для человека, вот это, по сути, свое состояние счастья, когда вы делаете любимое дело, вместе у вас получается, и вы влияете на достаточно большие пласты информации, истории, политики и прочие вещи, связанные с наукой. То есть это научное подразделение. Вот никто не может никак понять, что экспедиционный корпус это научное подразделение, а не приключенческое. Понимаете, мы ученые, и у нас задача как бы совершенно иного плана. То есть у нас не стоит задача брать Эверест штурмом там. Это скалолазы, альпинисты делают. То есть если это будет экспедиционный корпус, мы не пойдем на Эверест. Мы найдем способ попасть на вершину без подъема на Эверест. То есть у нас там достаточно извращенные товарищи существуют в экспедиционном корпусе, которые пролезут в ушко это, знаете, иголочное. Найдут способ как туда залезть. То есть люди, которые там работают, они уже прошли до 30 экспедиций. Думайтесь. У Кривошей почти 30 экспедиций. У меня 36. За эти годы у меня 36 экспедиций. Думайтесь. Ни один ученый в мире не имеет такого стажа экспедиционного, сколько имеет экспедиционный корпус. У Кривошей 30 экспедиций за 100 лет. За ветеран экспедиционного 30 выездов в разные точки света с разными условиями. Ну, например, чтобы вам просто было понятно, вот в Мексике, например, мы были последний раз в Мексике. Многие люди, между ними говорят, Викторович, нельзя там как-то это сделать так, чтобы это большее количество людей было доступно. Вот Мексика. Мы были в Мексике. Вот как там сделать что-то иначе? Вы живете, когда у вас вот тут пулемет 12,7 калибра, который на вас направлен, как бы и люди с достаточно странным выражением лица и глаз на вас смотрят. Как вы будете действовать в этой установке? Нашу машину останавливали чуть ли не каждые 2 километра. Ну, 8 человек, вооруженных до зубов, нас останавливали. Документы. Пожалуйста. Начинается проверка полная автомобиля. Выйдите из машины. Пожалуйста. Что вы тут делаете? И вот так вся Мексика, вся экспедиция. Вот кому нам это нравится? То есть, если бы люди не были подготовлены к таким условиям, ну, работали, то они бы, ну, обязательно сорвались бы где-то, начали возмущаться, что-то объяснять. Стражам правопорядка что-то объяснять, вы же понимаете, это все равно что? Против ветра. Да, и до барабана, до седей женой. Вот помните этот фильм, детский, блин, «Королевство кривых зеркал». Клёч. Вот, 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 вот. Та же самая петля. То есть, как бы, с ними разговаривать бесполезно. Он шестой раз нас останавливает, шестой раз берет права и документы. Ну, это прямо на въезде в Мериду, на КП. Он нас шестой раз останавливает, он знает уже машину и процедура, да, это же, откройте багажник, дайте права. Мы уже смеемся. О, а он, блин, а чему? А чему вы улыбаетесь? Мы говорим, да мы не улыбаемся, просто у нас хорошее настроение, мы выполнение работы. По которому вы хотели выполнить. Ты военный? Я говорю, нет, я готов. Готовы? Или ты военный все-таки? Как вы не разговариваете по-испански? Вы что, с ума что, вы не знаете испанского языка? Почему? Ну, вот, разговор приблизительно вот такого плана. Не успел выучить испанский язык. Извините, не успел выучить испанский язык. То есть, по сути своей, там на каждом углу опасность в Мексике. Там люди с оружием, с боевым стоят. И что ему в голову взбредет, они ездят по городу вот так. Ну, ствол вот так гуляют. Грубнокалиберного пулемета по улицам. А есть еще там товарищи, которые там ходят на перевес с помповыми оружием по городу. И думают, в кого засадить этот выстрел. То есть, там обстановка нагруженная. Опасная в Мексике. И в таких условиях нам приходилось работать. И Алиса уже была в этой мексиканской экспедиции. Мало того, что 12-часовой перелет. Мало того, что еще нужно было марш. Сколько Алиса? 14 часов, да? 18 часов марша на машинах после этого. И еще, нам нужно 2 недели было работать. И назад, обратно, 18-часовой марш на машинах. 12 часов перелета. Приземление. Приведение себя в порядок. Перезарядка и так далее этого подобного. И еще 24-часовой марш на сети. Такие нагрузки, кто их выдержит? Кто их выдержит? То есть, просто прогоните через эту нагрузку человека без ничего. Просто вот путешествие. Он уже свалится с ног. А теперь добавьте, что нужно работать. И каждый день нужны результаты этой работы. Тяжело. И поэтому поехали туда. В Мексику. Только подготовленные люди. Я кроме ветеранов корпуса никого не брал. То есть, те люди, которые способны. Потому что там, в экспедиционном корпусе, безусловно, существует система подготовки, которая вводит человека в эти нагрузки. То есть, не бывает так, что он на первую экспедицию поехал, и у него, извините за вооружение, сразу вот такие вот нагрузки, вот такая вот работа. То есть, обычно берется разрабатывающая какая-то экспедиция, научная, короче, типа Хальдерберга, ну там, где нагрузки щадящие. То есть, для того, чтобы он сначала вошел в сам экспедиционный корпус. Потом, следующим этапом он, скажем так, в более сложную экспедицию едет. Потом еще там какое-то время проходит, он еще в более сложную экспедицию как бы едет. И так далее и тому подобное. То есть, вот такие взламывающие экспедиции, как Мексика, в них никто не ездит. То есть, детей туда никто не берет, как туда. То есть, в КСБ. Ну вот, например, то, что я сейчас говорю, это правила. Но есть исключения, есть правила. Вот Валерия, например. То есть, она ехала во взламывающую экспедицию, как бы в Грецию, со мной в первую. То есть, ей достаточно, все катаклизмы мы преодолели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова